Скай служит в полиции больше года. У него отменный нюх. Учуют любой наркотик или взрывчатое даже сквозь незнакомый ему студенческий портфель. Этот пес незаменимый помощник Одинцовского ОМВД, возможно будущий коллега Дмитрия, который пришел сюда на знакомительную экскурсию. Говорит, всегда мечтал стать следователем и такой напарник ему точно не помешает. Особенно оценил... То, как она грамотно показывает, где что лежит, находит быстро все. То есть грамотная работа сотрудника и слаженная работа видно сразу. Такой командой они обследуют большие территории, складские помещения, здания, жилые районы, особенно во время массовых мероприятий. Помимо СКАЯ в штате еще 19 служебных псов. Всего за три месяца они становятся настоящими профи. Собаку для начала учат нюхать. Как только собака уже это научилась сделать, вводят постепенно запахи. И начинают вырабатывать сигнальное обозначение. Ну, как вы видели, вот посадка, там бывает еще зависание, укладка. То есть, ну, это в основном каждая собака сама для себя выбирает. И постепенно эти запахи вводятся, это все подкрепляется, ну, как бы и закрепляется как основной навык. Но не только кинологическая служба впечатлила студентов. Незаменимая вследствие работы эксперта-криминалиста, который может обнаружить любой след на месте происшествия, не менее интересно. Чемодан, который укомплектован специальной техникой, кисточки, магнитные порошки, типс, также инструменты для изъятия каких-либо следов. Ребятам также рассказали о других службах УВД, о том, как пройти стажировку и поступить на службу в это ведомство и провели юридический ликбез. Что такое преступление, может кто-то пояснить? Ну, просто, может, своими словами, понимание. Не все вопросы дались легко, но у молодых людей еще есть время увеличить багаж знаний. Ведь они пока первокурсники юридического колледжа, впереди еще пять лет вуза. Но если не терпится стать полицейским, можно сразу после колледжа. Конечно, после таких встреч увеличивается интерес к службе в органах внутренних дел. После каждого окончания к нам ежегодно приходят из этого вуза кандидаты на службу. Ну и, конечно же, уменьшается преступность уже несовершеннолетними. Я вообще считаю, что мужчина должен служить. Если мир нуждается в том, чтобы его защищать, если в нем нет порядка, если в нем много несправедливости, если в нем есть насилие, значит, кто-то с этим должен бороться. Это должен делать мужчина. И вот я призываю своих студентов, мы настраиваем их на это, мы их ориентируем на то, что избирайте себе такую стезию жизни, чтобы защищать, охранять покой граждан. Влада Шишова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Здоровья. Здоровья. Здоровья.